Григорий Сковорода, дополнительный клип к 1994 году, так как он умер 9 ноября 1794 года. У меня был вариант сделать дополнительный Лавуазье, но я подумал, что Сковорода для нас важнее, и надо для него отдельный клип сделать обязательно. Сковорода определяется то как русский философ, то как украинский, с чем связаны постоянные дискуссии вокруг него. Но, так или иначе, один из первых самостоятельных философов Российской империи, поскольку и наши либералы, и наши официальные ребята в основном переводили только немецкую философию. Я тут уже рассказывал о чиновнике Екатерининском, который переводил немецкие учебники фактически по философии, да, обзоры. Ну вот на таком уровне, в общем, была философия. А Сковорода, да, действительно, какое-то собственное представило уже видение этих вопросов, что потом продлится. Дело в том, что Сковорода в значительной степени предшественник вот этих, которых раскрутили как русских религиозных философов, Соловьева и так далее. Что тоже, кстати, дискуссионно, но определенные параллельные мотивы у них тоже есть. И вот эта проблема была ли вообще какая-то русская философия, она очень сложная, дискуссионная, связана с проблемой вот самой по себе так называемой русской культуры и искусственного совершенно образования, изначально оторванного от народа, изначально созданного на искусственном языке, ну, о чем я уже тут много раз говорю. То есть понятно, что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как с самого начала общая русская культура создавалась империей, так потом вот она и выглядела. Это особенно в философии, то есть в таких общих, в рассуждениях на общей теме это особенно проявляется. Ну, об этом еще будет много. Надо сказать, что Сковорода был представителем народа, и поэтому его трудно обвинять в том, что он работает на империю. Хотя имперская культура на него, конечно, влияла, он же в ней был воспитан. И это тут еще одна проблема. То есть помимо проблемы, есть ли русская культура вообще самостоятельная, да, тут еще проблема демократического и имперского, там, или демократического, и я не знаю, как выразить, и авторитарного, да, демократического и авторитарного начала вот в этой самой русской культуре. И, соответственно, украинской, которая как раз вот отделяется в это время от русской. В общем, Сковорода получился на пересечении многих проблем, поэтому он дискуссионен ужасно. Ну, пересказываю биографию, основные произведения, основные дискуссии, в общем, вот так вот, пусть все слушатели сами разбираются. По крайней мере информацию общую, общепризнаваемую я сейчас о Сковороде сообщу. 1722 год, родился Сковорода. Мать у него была дочь крещеного крымского татарина, который был казаком, Степана Шангирея, то есть по матери Григория Сковорода Тюрок, в общем-то, ну, который принял православие и по статусу был казаком, но простым. Не относился к дворянству, вот такие дела. Про отца его ничего не понятно, и наиболее распространенная гипотеза, что он был сельским священником, то есть предполагает, что отец у него был священником. Ну, так или иначе, конечно, он не относится к Сковорода крепостным крестьянам. Священники это сравнительно привилегированный класс, казаки где-то средний класс, такой лично свободный. Ну, к эксплуататорам тоже явно он не относится. Где-то посередине Сковорода, ну, обычно, кстати, вот такие достаточно оригинальные философы, и самостоятельные люди где-то посередине и выходят. О чем еще Аристотель писал? Что богатым богатство мозг забивает, и они перестают рационально воспринимать действительность, а бедные только и вкалывают, чтобы выжить, и поэтому им тоже некогда. Получается, что философы выходят из среднего класса. То есть, из среднего класса, по крайней мере, он не умирает с голоду, и в то же время у него есть, так сказать, возможность на вещи посмотреть отстраненно, и не утопает в удовольствиях. Считается, что Сковорода учился в Могилянке, но об этом тоже спорит. С 1938 по 1941 год примерно в это же время там был молодой Ломоносов, и они могли встречаться. Но вот тут, опять же, много могли, мог, мог, а каких-то конкретных доказательств нет. Но, по крайней мере, точно известно, что 7 сентября 1741 года Сковороду отправили в Санкт-Петербург в качестве певчего Елизавета имела любовником Розумовского казака украинского и разводила всяческую украинскую музыку. То есть, видимо, он ей, так сказать, приучил ее к украинскому пению. И вот в качестве певца отправили Сковороду в Санкт-Петербург, где он познакомился с Розумовским, с императрицей, и где мы первоначальную ее поддержку оказали как раз в самые высшие круги Российской империи. Позднее коммунисты выдавали Сковороду чуть ли не за коммунистического партизана, что глубоко неверно. Вообще говоря, у него были контакты в основном среди дворян и даже высшего руководства империи, за счет чего он, собственно, выживал. То есть, они его поддерживали. В составе свитой императрицы Елизаветы, где он пел, в 1744 году он прибыл в Киев, и в Киеве он продолжил обучение в Могилянке. Однако же, говорят, что он притворился сумасшедшим, тоже по одной из версий. Ну, в общем, так или иначе, он не закончил на самом деле Могилянку. Как и многие деятели XVIII века, у него формального образования не было, и вот эти люди, кстати, и создали современную культуру. Вот я опять к тому, что формальные всякие статусы научные, это такой подход как раз дворянский церковный, в силу того, что они именно формальные. То есть, у Сковороды формального статуса никакого научного не было, он не кончил университета. Тем не менее, это основатель русско-украинской философии. И до сих пор русские с украинцами сражаются по поводу того, чей же он был. После этого он отправился в путешествие при генерал-майоре Федоре Вишневецком. Тоже здесь много споров, что же он там посещал во время иностранного путешествия. Определенно посещал город Такай, потому что они поехали для закупки такайских вин. И определенно посещал Вену. То есть, он, по крайней мере, времени был на территории Австро-Венгрии. Но также много гипотез, которые пытаются подтвердить творчеством о том, что он посещал Австрию, Пруссию, Италию и так далее. Ну вот, про многих. Он про Франциска Скорину тоже расскажет, что чуть ли не всю Европу объехал. К сожалению, наши восточнославянские основатели культуры, их жизнь малоизвестна. И исследователи, пытаясь, так сказать, то ли гранты получить, да, то ли удивить читателей своих книг, сочиняют из косвенных данных им биографию. Ну, для Сковороды это тоже характерно, но и для многих других. Я говорю, вот Франциска Скорину, я тут тоже рассказывал, там тоже черт знает что про него сочинили. Чуть ли там не он, не Лютеру там пристыдил и все такое. Хотя, скорее всего, роль вот этой всей Польши и Малороссии была сравнительно низкая в европейской культуре, да. Ну, ладно, так или иначе, Скавада где-то на Западе тоже была, и там тоже чему-то научился. По крайней мере, он точно знал хорошо латыни и гречески. В 1750 году он вернулся в Киев, где он пытался преподавать в Переославском коллегиуме, но его учебник не понравился, который он написал по поэтике, и его уволили. Где-то 4 года он там, значит, обитал, что-то там пытался преподавать. Ну, всевозможные конфликты и увольнения Сковороды, и дальше у нас в советской традиции выдавались за его, так сказать, протестную деятельность. Хотя это обычная ситуация для того времени, с начальством повздорил. Ну, все там такие были. С 1754 года он является домашним учителем дворянского юноши Васи Тамары и жил в имении в селе Коврай. Там были такие дворяне украинские, полковник, там все такое. И вот он учил их мальчика. Однако он с ними тоже разругался. Вообще-то он был молодой в те годы. Значит, он у нас с 22-го года, а это 50-е годы, то есть ему около 30 лет. И понятно, что он просто может конфликтовать с разными людьми, не сходясь с ними, со взглядами и так далее. Короче, поругался он с этими дворянами, и он счел, что они его унижают. Ну, что вполне возможно для дворян того времени, которые себя считали высшей кастой. Значит, обиделся он на них, и после этого он пошел в Москву. В Москве он прожил около года. Там он жил в Троице-Сергиевой лавре. Говорят, что там он интенсивно читал греческие первоисточники по православному богословию. Они пытались его там оставить, так как он уже достаточно образованный был в то время. И это было видно. То есть они как бы тут заметили, что да, разбирается в разных вопросах, но он отказался. Его после этого выкрыли, говорят, в это самое село Коврай. То есть вот эти вот дворяне украинские, с которыми он поругался, вроде как опять с ним хотели помириться, приглашали его. И по одной из легенд они его просто украли и привезли, значит, туда опять. Ну, так или иначе, вернулся он вот этот Коврай из Москвы. И там этого самого с Васей Тамарой их сыном длительно занимался до 1758 года. Ну вот все, мальчик вырос. Он после этого двинул в Харьков. В Харькове он отказался принять монашеский постриг. Жил в селе Старица возле Белгорода, о чем вообще ничего не известно, что он там в этом селе делал. Периодически возвращался в Харьков, там он преподавал греческий язык, так как знал там времени свободно греческий. Периодически он там опять ругался с начальством, опять уезжал. То есть вот Харьков он пытался заниматься вузовским преподаванием в течение примерно 10 лет. Но с большими перерывами, периодически он это бросал, и куда-нибудь там в деревню уезжал, или вообще просто ругался с начальством. Читал он там также катехизис, греческий знал хорошо, соответственно, он мог первоисточники православного богословия интерпретировать. Тогда они все-таки ценили, что человек может читать Библию в оригинале. Сейчас, конечно, уже это все давно не ценится, и лишь бы воспроизводили, так сказать, готовый дискурс. Ну, в общем, так или иначе, 10 лет он был вузовским преподавателем с перерывами, а потом он окончательно это все дело забросил и покинул. В конце жизни он вел жизнь странствующего философа, он путешествовал по вот этим местам. Слобожанщина, Воронежская область, на теперешние Орловская, Курская, Украина, Приазовье, и говорят, что даже и в Ростове. Ну, вот в эти места, где я сейчас живу, то есть вот по этим степям несчастным, в которых сейчас идет война. Ну, путешествовал, очевидно, что его поддерживали там на местах Творяния, он, видимо, оказывал все равно услуги по преподаванию, он писал книги, стал известен в качестве такого философа. Ну, в общем, по нашим понятиям, жил уже на донаты, на пожертвования своих последователей. Ну, это предполагало, что у него своего дома нет, нет своей семьи, и жизнь эта достаточно тяжелая. То есть нельзя сказать, что сковорода, так сказать, балду пинал. Балды пинать он мог, оставшись в Харькове, допустим, будучи вузовским преподавателем. Там у него была сравнительно спокойная жизнь была. Ну, вот он решил стать, так сказать, странствующим монахом, по сути дела, хотя официально он не принимал монашство православное и против был, на самом деле. Он критиковал церковь православную в поздний период жизни. Ну, фактически, вот в наших понятиях, так сказать, свободных христиан, конечно, сковорода является монахом в этот период жизни, который проповедует некоторые философские доктрины и живет на пожертвовании. Ну, где путешествовал? В частности, он длительно зависал в Острогожске с 1974 года, где я сейчас живу. Тут у него были друзья и последователи. Вообще, в Воронежской губернии, помимо Острогожска, допустим, в Лисках, он тоже жил длительно. Вот, в Острогожске он много чего тут написал. Диалог к Кольцову, алфавит и так далее, писал тексты. Ну, он жил в доме у каких-нибудь помещиков обычно и писал там книги. После Острогожска и Лисок он двинул в Таганрог, где тоже написал множество произведений, перевел с греческого Плутарха. Затем он двинул в Курск, где тоже жил, допустим, в Знаменском монастыре. Затем он жил в селе Ивановка, потом в селе Кусинка под Купинском. Потом он жил в Орле, уже совсем, значит, стариком. У него были ученики к тому времени, особенно ученик Михаил Коваленский, которому он передал свои все основные рукописи в 1793 году, видимо, уже понимая, что скоро он умрет. И вот, наконец, в августе 1794 года он в последний раз в имении своего ученика остановился, передал ему все рукописи и отправился на юг. Через некоторое время, вот 9 ноября 1794 года, Сковорода умер. Ну, вот сторонники того, что он был украинский, значит, философ, говорят, что он отправился в Киев, однако сторонники того, что он русский, оспаривает, и говорят, что он продолжал по слабожанщине гулять. Ну, вот есть такая история, что Сковорода перед смертью хотел вернуться в Киев, но не доехал и умер. Ну, точно достоверно, что перед смертью он был у своего ученика и передал ему все свои книги. Кратко-философии. Книг много у него. Как все люди, которые пишут много книг, у него много материала. В результате его можно по-разному интерпретировать. То есть он по одному поводу говорит одно, по-другому другое. Он прожил жизнь, естественно, у него меняли взгляды по ходу жизни. В связи с этим, как бы, философия его получает достаточно разнообразной и имеет много интерпретаций. Но, однако, какие-то основные моменты, конечно, можно сложить. По всей видимости, Сковорода пантеист, то есть он считает, что Бог и природа – это, в принципе, одно и то же. При этом он иногда говорит, что природа – это змей, который, впрочем, тоже и Бог. Ну, вот, это какая-то рецепция гностицизма, да, каких-то вот символов, которые могут по-разному пониматься. Но то, что природа – это Бог, есть у него такие слова. Это античная философия, греческие все. Философы, как правило, стояли на позициях пантеизма. Ну, и я на них, собственно, тоже сам стою. По поводу критики религии, которая в его время на Западе была, и он был шапочно знаком, хотя цензура это плохо пропускала, говорил, что нужно найти средний путь между атеизмом и религиозным суеверием. Ну, видимо, вот этот средний путь заключается в религиозной философии. То есть у него сравнительно свободное было рассуждение, но на религиозные темы. Нельзя приписывать в сковороде атеизм однозначно, потому что слово «Бог» у него постоянно употребляется, и он очень много говорит о Боге. Это, да, это философия религиозная. Концепция трех миров у сковороды. То есть мир состоит из макрокосмоса Вселенной, из большого мира, потом микрокосмоса человека, то есть внутреннего мира каждого. И макрокосмос и микрокосмос соединяются через символы. То есть третий мир – это мир символический. Это поток символов, причем, в большей части, даже не логически понимаемых, а понимаемых образно, который в том числе и проявляется, допустим, в Библии. То есть вот поток символов связывает человека с миром. Без потока символов человек будет не связан с миром. Ну, я тут по основам языка знаний уже много эти все проблемы излагал. Я полагаю, что на самом деле есть только поток символов, а существование мира, и тем более собственное, только кажется. Так, если вот посмотреть, так сказать, на вещи без абстракции, ведет просто поток слов. То, что наблюдается. На самом деле нельзя отделить ни себя, ни мир от этого потока слов. Без описаний невозможно, не будет ничего конкретного ни внутри, ни снаружи. Ну, в целом, то есть Коворода этот момент, видимо, не акцентирует, но он выделяет символический мир как третий. То есть я считаю, что только этот символический мир и существует, а Вселенная и Я нам только снятся. Кроме того, есть два начала, видимое и невидимое. И в каждом из миров, из трех миров, есть как нечто видимое. То есть и в символическом мире, и в человеке, и в Вселенной есть что-то видимое, и есть что-то невидимое, которое, тем не менее, составляет сущность этого видимого. Это платоновский дуализм, в этом плане платонист Сковорода, то есть он разделяет материю и форму. В широком смысле он не является, конечно, узким таким последователем Платона, но в широком смысле платонистами являлся и Аристотель, и Стойки, о чем тут уже много было на этом канале и будет. Значит, ну вот это вот, в принципе, основное. Каким образом реализуется, собственно, духовный путь, в чем цель человека, да? Человек является мерой всех вещей, цитирует Сковорода Протокура, но говорит, что это внутренний человек. Вот он постоянно разделяет внутренний и вечный, то есть подлинный, бессмертный, божественный человек, вот он мера всех вещей, а не тот, который эмпирически наблюдается, который материальный, охвачен страстями и так далее. Чтобы прийти к пониманию ее внутреннего человека, который уже в нас присутствует, но мы его не понимаем, нужно отстраниться от познания внешнего мира и от отвлеченности вот всякими материальными объектами, для чего он и вел монашескую жизнь, собственно, странника, жизнь странствующего монаха. То есть вот странствуя, не имея постоянной собственности, освобождаемся от привязанности к материальному миру и таким образом приходим к внутреннему собственному смыслу. Основная практика при этом, помимо образа жизни монашеского, который он сбрал, это анализ символики. У Сковороды он большое значение именно тексту придает, логосу, слову, как тому, что вообще скрепляет все миры. И поэтому практика, основная монашеской у Сковороды, это анализ символов Библии, символов философии и так далее. То есть анализ слов, что они значат, переход одного слова в другое. То есть практика у него лингвистическая, в своей основе. То есть он читает тексты и думает над ними. Это сравнимо с немецкой всевозможной мистикой, якоб Беума, мастер Экхард, тем более они тоже пантеисты. В целом, конечно, это скорее западный путь, потому что буддист, да, буддист тоже ведет жизнь странствующего монаха, но он как бы просто наблюдает свои ощущения, да, там такая медитация, наблюдает ощущения. А западный путь наш, Сковороды и других мистиков западных, это мы наблюдаем символы и мы рассуждаем о символах. То есть у нас медитация лингвистическая. Тут можно много поговорить, у нас хороший путь или плохой путь, но вот западная цивилизация, это цивилизация Логоса прям в самих основах, прям вот с Сократа. Вот мы лингвистичны. Не знаю, повезло нам, не повезло. Но вот такой наш путь к Богу через язык. И Сковорода это в полном мире понял и изложил. Также у него есть учение о сродности, то есть человек должен следовать своей природе, и таким образом все люди войдут в гармонию между собой и природой, если они будут делать то, что подходит к твоей собственной природе. Ну, в какой-то степени, да, можно сказать, что Сковорода искал предназначение, что у каждого человека есть предназначение, какая-то природа, которому человек должен следовать, и вот таким образом он должен в мировую гармонию вписаться. Ну, он говорил там о часах, да, то есть как части часов все люди будут вписаны в мировую гармонию, если они найдут сродную им природу, если они найдут свое предназначение. предназначение. Скорее так. Но тут еще, да, накладывается на платонизм, то есть это предназначение как идея внутреннего божественного человека, вот где-то в этом контексте. У сковороды возникает образ Софии, который присутствует и в книге притчи Соломоновых. Тут я тоже много и по Библии говорил, София это богиня Афина, переосмысленная вот в этих эллинистических произведениях, которые Соломону приписывались. Ну и в качестве богини Афины она попадает уже, соответственно, в мистику всевозможную западную и попадает к сковороде. Но, кстати, сковорода знает, что София это Афина. Он пишет вот прямо в своих стихах. Значит, у греков звалась я София в древний век, а мудростью зовет всяк русский человек, но римлянин меня Минервою назвал. То есть вот как раз сковорода, зная всевозможные символы, постоянно над ними работая, прекрасно знает, что София это Минерва Афина. А христианин добр Христом мне имя дал. Ну и вот он говорит, что у Софии сто имен, однако есть у нее и плохая сестра, которая, так сказать, бестолковщина, которая не мудрость. Ну и вот образ Софии, то есть мудрости, как скрепляющий. То есть вот этот мир Логоса скрепляется мудростью, он Софийный. Это достаточно близко до манихейству, вообще общихристианской символики такой гностической. Она, это присутствует, эта богиня, да, и в манихействе, и в гностических всех учениях, безусловно, именно как образ мудрости и по сути своей языка. Ну можно даже так проще сказать, что первый человек это язык, то есть Христос, да, который лежит во всем мире, это язык, а София это его грамматика. Можно вот так еще, в таких образах выразить, да, если совсем лингвистических. Ну вот, и о том, что нужно искать мудрость именно Софийную, которая во всем мире символически представлена, эту мысль потом русско-религиозная философия освоила и обсосала в разных формах. Ну, большей частью в дегенеративных, конечно. До русской, так называемой, философии я еще дойду. Вот, это значит основные концепции. Я знаю, что сейчас в Украине изучают интенсивно, можно дополнять. То есть, я не собираюсь уже читать курс лекции по сковороде, тут такой ознакомительный клип, поэтому, да, можно меня дополнять, критиковать и так далее. Проблема языка. Ну, кстати, вот, да, текст сковороды на языке сковороды. Проблема языка связана с его идентификацией как русского либо украинца и вообще вот со всей этой ситуацией с языком. Естественно, он освоил, вот, допустим, в 1766 году уже был, естественно, язык Ломоносова, то есть российский стандарт. Естественно, он его освоил и пытался на нем писать. Ломоносов работал параллельно со сковородой, и раньше его. Эта ситуация критикуется, на самом деле, украинскими исследователями, даже и Шевченкой, которые говорят, что книжный язык был фактически захвачен тогда Ломоносовым. Вот примерно то же, что я говорю в более-таки резких и подробных выражениях, да, но это говорили украинцы. Книжный язык захвачен Ломоносовым. Ломоносов считал, что, значит, украинский это диалект русского фактически, то есть Ломоносов считал, что так как все на свете диалекты русского, просто все должны усвоить составленный им стандарт из разных языков, и вот это есть русский язык, а все остальное, значит, его диалекты. Надо сказать, что даже вот в этом тексте, который я привожу, заметно, что сковорода отличается существенно от этого русского языка Ломоносова. Он употребляет большое количество других всяких форм грамматических, допустим, слаже, а не слаще, да, легче, а не легче, ведро, то есть хорошая погода, ну и так далее. То, что тут многое мы понимаем, это просто в силу того, что тут очень много церковнославянизма. Ну, то есть примерно, да, сковорода понимал, что, значит, московиты пишут на смеси церковнославянского и каких-то диалектов. И как они пишут, он, конечно, читал, он читал книги там Ломоносова и других. Но в точности он не мог это воспроизвести, потому что такого языка не было, как живого языка. Поэтому вот он воспроизводил, но с какими-то вот местными словами, с какими-то другими грамматическими формами, потому что до конца это выучить пока было невозможно, мало текстов на них там было. То есть вот он пытается этот самый российский язык, так сказать, писать на нем, но он его плохо знает, что очевидно вот по всему вот этому. Он часто вставляет церковнославянизм и не понимает, как это будет на вот этом русском языке. Хотя он думает сам, что он пишет на русском. Пытались даже его издать именно на нормальном русском. 1830-е годы уже второй словарь русского выпустили в 20-е годы, уже был современный русский вот в нашей форме. В 1830-е в связи с дискуссией вокруг украинцев опять все заинтересовались сковородой и предлагали его переписать на стандартный русский. Ну и кстати, они по всей видимости тогда и фальсифицировали, да хрена, и еще в империи. И всякие древние тексты вставляли о них вот этот самый свой русский, недавно придуманный. Ну вот, в такой ситуации интерпретируют по-разному. То есть, пытаются же вписать в эту концепцию, что якобы был какой-то русский язык. Иногда это называют архаичные русские 18-го века. Ну тогда получится, что этих архаичных русских много, потому что сковорода одни диалектные слова вставляют, а три дяковские другие. Тогда получат, что там у них у каждого писателя любят свой архаичный русский. Сафронова такая была исследователь, написала, что сковорода работала на церковнославянском языке русского извода. Вот церковнославянский язык русского извода, это весь язык, который был доломанутся, вообще говоря. Ну вот. Значит, работала на церковнославянском русской версии, русский разговорный язык и русский литературный язык. Ну вот этих русских разговорных языков просто было много. То есть, она под русским разговорным языком скрывает тот факт, что частично сковорода пишет на слобожанском диалекте. Значит, эти все споры носят схоластический характер. Нужно просто признать, что русская идентичность, а также и общий русский язык, это мифы, которые придумывают империи и придают им разное значение в зависимости от ситуации. То у них общий русский язык был один для белорусов, украинцев и всех-всех-всех, то у них тот же самый общий русский язык теперь оказывается для других каких-то групп, только, значит, теперь для московских там и северных и так далее. Значит, вернемся к реальности, было много идентичности и, соответственно, много языков. Поэтому, если мы не используем, так сказать, демагогических каких-то образов, а говорим о реальности, то имеется, видимо, слобожанский язык и слобожанская идентичность. Вот район Белгорода, там Воронеж и так далее. На слобожанском языке частично пишет сковорода. Он понимает, что невозможно полностью писать на диалекте, кроме того, в диалекте просто нет книжных слов, нужных для изложения его проблематики. Поэтому сковорода пишет на смеси слобожанского языка, церковнославянского языка и русского языка Ломоносова, с которым он тоже знаком. Также сковорода использует латинский язык, который хорошо знает, и греческий язык. Он даже был преподавателем греческого, поэтому греческий он знает хорошо и использует. Иногда у него встречаются древнееврейский, немецкий, польский и венгерский, который, видимо, он тоже в какой-то степени знал. По сковороде имеется дискуссия. Его называют завершителем эпохи казацкого барокко, а также и первым русским религиозным философом. Основные точки в дискуссии. Первое, насколько это мистика или насколько это философ. Тексты сковороды были популярны среди масонов московских, о которых я говорил на веков, например. И в какой-то степени тоже близки их восприятию мира, как тоже такого образного. Ну, надо сказать, что вот этим тогда многие увлекались. Вот этот образный мистицизм, характеренный для масонов. В какой-то степени вряд ли он был реальным масоном, но он укладывается в их дискурсе, распространяли его тексты, опять же, вот эти масоны. Но масоны были достаточно прогрессивные в Москве, я рассказывал о них. В начале XIX века тоже эти масоны были достаточно распространены, и они его увязывали все-таки вот к себе. Считали, что вот он мистический мартинист. И, естественно, потом пошли рациональные представления, которые распространяли и левые, и либералы. Шевченко очень много ругал сковороду. Шевченко был более такой простой, рациональный, и даже просто называл его идиотского рода. То есть вот такой вот мистика, такая вот, немножко напыщенная, она уже в XIX веке воспринималась как пустой пафос многими, в том числе и Шевченко. Шевченко критиковал. Так, вот это раз. То есть или он мистик, или он рациональную критику. Дело в том, что он критикует религию тоже, ну, православную, считает, что должны быть другие формы. Критика православия имеется. Но вот если мы критику православия с позиции мистика рассматриваем, то иногда его называют сектантом. Вот такие сторонники православия жесткие говорят, что сковорода это сектант просто, потому что он тоже мистик, тоже религиозный, и с религиозных позиций критикует православие. Вот этот, значит, дуализм, это, понятно, рациональность, да, и мистицизм в интерпретации сковороды. А совки, конечно, они его пытались сделать революционерам, и говорили, что он, так сказать, яростный антиклирикал был, и чуть ли там не атеист. Что, конечно, неверно. И появился Толстой, тоже, в общем-то, гностик, тоже такой монах самопальный, которых у нас много на Руси, и я к ним отношусь. И сковороду сравнивали далее с Толстым, тоже, конечно. Где тоже много общего, Толстой тоже пантеист, но до Толстого я дойду. Естественно, в украинском вопросе никак без национальности невозможно, и про сковороду очень много спорили, является ли он русским, или он является украинцем. Причем, как обе стороны тянули его к себе, так обе стороны его и обвиняли. То есть, некоторые украинские националисты обвиняют, что он русский, раз он писал на русском, и это все испортило сковороду. То есть, изначально был украинцем, но вот так вот все, он принял московскую культуру, все такое. Еще Шевченко об этом говорил, что сковороду испортило московщину. Некоторые российские тоже ругают сковороду, уже, так сказать, за то, что украинец. В Российской империи в конце еще XIX века, почти до самого падения Российской империи, была концепция три единого русского народа. То есть они украинцев считали тоже русскими. Ну вот Ломоносов же пишет, что украинский язык, диалект русского и так далее. Поэтому они его однозначно описывали как русского, а украинские националисты некоторые пытались объявить, что он все-таки украинец и спорили по этому поводу. Проблема еще в этой самой слабожанщине, на которой он базировался, она промежуточная территория между Россией и Украиной. Поэтому если уже перестать заниматься украфсрачем и перейти к каким-то идентичностям мелким, скорее можно сказать, что он слабожанец. Он в основном же там находился, использовал диалект слабожанский. Если рассматривать конкретные идентичности региональные, то он не русский и не украинец, а он слабожанец тогда, сковорода. А так как слабожанщина она между Россией и Украиной, вот его все и тащат к себе. То есть украинцы считают, что украинец, русские, что русские, и даже и спорят все время по этому поводу. Вот. Значит, эта вся дискуссия шла еще в царской России. После того, как все они пошли в эмиграцию, вот как раз появилось две парадигмы сковороды. Малорусская, которая утверждала, что он русский, ну вот такой малорус, что он вариант русского. И украинская, естественно, националистическая, которая жестко говорила, что это украинец. Его взгляды соответствуют украинскому мышлению. Это первый украинский философ свободный. Националистическая, украинская позиция сейчас, естественно, распространена в Украине, где сковороду ценят и считают украинским, конечно, философом. Русские эмигранты, наоборот, говорят, что это первый русский философ, основатель русско-религиозной философии. То есть полярные позиции тоже есть. Я предлагаю промежуточную, что он слабожанец, потому что я предпочитаю конкретные, как Аристотель. Аристотель говорил, что конкретные лучше, чем абстрактные. Когда мы какие-то общие начинаем слова говорить, то они, чем более они общие, тем больше они отходят от реальности. Давайте минимальное слово подберем, что он слабожанец. Это как бы более конкретно, и поэтому это будет ближе к реальности. У меня такие предложения по Сковороде. Значит, советское представление о Сковороде было, как обычно, полностью кризовое. Они, да, они, во-первых, считали жестко, что он украинец. Во-вторых, они считали, что он борец за свободу Украины против русского империализма. Тут немножко получался у них такой националистический крен, получается, украинцев-то угнетали, да. И они, поскольку Сковорода демократического происхождения из простых казаков, они постоянно его представляли чуть ли не партизаном. Но надо сказать, что никаким партизаном этот монах не являлся. И редко говорит о социальных вопросах в своем творчестве. Критика к церкви есть, но она ведется с мистических позиций, да, то есть он не является атеистом, как они его представляли. Демократизм, ну, он пытался по-простому говорить, так сказать, понятно, но это любой такой подобный, и Толстой тоже пытается. Ну, вот это выдавали за демократизм и так далее. Ну, вот я же постоянно говорю, что вот все, что понаписано при совке и постсовке в России гуманитариями, никак не может быть никаким объективным исследованием, либо объективной позицией. Они всегда руководствуют просто тем, что им, так сказать, сказали сверху, то, что нужно властям, смотрят в рот тем упырям, которые правят Россией после 1917 года. И вот они пытаются угадать, что нужно этим упырям, и сочиняют. А факты они подбирают произвольно. Это в любых сферах гуманитарных, и в истории, и в российской всегда так, и в филологии, и в лингвистике, ну, пожалуйста, и в философии. То есть, вот что надо было Сталину сделать из сковороды, они сделали. Соответствует ли это реальному сковороде, никого не интересовало. Каким способом они делают? Выдергивая какие-то слова, вот они всегда так действуют. Вот и в отношении к сибирскому языку они что-то выдергивают там из контекста, что походит на то, что им надо доказать. Вот из сковороде так же. Что-то там он покритиковал попов, ага, вот он, блядь, атеист, оказывается, у нас военствующий. Хотя он был верующий и искренний. И так далее. То есть, вот просто выдергивая какие-то слова, из них составляя, а все остальное игнорируя. Это обычный, так сказать, научный метод у нас в российской гуманитарной науке. Но я, естественно, иронизирую то, что никаким научным методом это не является. Они не собираются понимать реальный текст, они собираются просто вот выдернув какие-то фразочки, там, подтвердить нужную им заранее, известную им заранее картину. Но это не наука, это религия так всегда действует, это вот, ну, в общем, об этом еще много. Ну и, к сожалению, да, вот получилось, что сейчас сковорода так и, восприятие сковороды, оно так и повисло между разными концептами, каждый из которых подгребает сковороду из-под себя. Хотя он очень показателен для европейской культуры именно 18 века. То есть тут есть и рационализм, влияние уже просвещения начинающегося, и вот эта мистика, которая тогда была популярна, не церковная, но, тем не менее, вот такая вот образная, идеалистическая. Да, и суть западной культуры он хорошо понимает, и саму технику он хорошо понимает. Ту технику, в которую Запад, по сути своей, идет в разных формах, там, критикуешь что-то, утверждаешь что-то, все равно пытается он познать эту самую Софию, выраженную в виде образов символических. Вот эта сковорода, так сказать, понял, он понял суть той культуры, в которой он находится. Ну, много в Украине, естественно, его чтят, исследовательских учреждений много, музеев. Я думаю, что многие украинцы гораздо лучше меня знают сковороду, поэтому, пожалуйста, можно дополнять. Я пытался просто какое-то вот общее составить, общее представление о нем, и вот какие-то вот оценки, сравнить его с чем-то, что мне более понятно и известно. Продолжение следует... Продолжение следует...